Достаточно часто жалобы жителей, связанные с бездействием коммунальных служб, в отношении просьб снести безжизненное, угрожающее падением дерева или просто обрезать сухие ветви. Но порой городская администрация проявляет чудеса оперативности. Например, когда в 2014 году на улице Московской открылся салон красоты, беспокойство владелицы вызвало состояние трёх лип, которые по странному совпадению росли напротив здания. Дети играются, идут в школу по тротуару и постоянно опасность, постоянно подтвергалась опасности, что деревья могут, ветка может, сухая ветка может упасть на тротуар. Может быть можно было сухие ветки обрезать, а оставить деревья? Они обследовали. Именно не в ветках была проблема, а в коре дерево. Кора дерева была уже, как бы больное было дерево. И всё было расписано, что вот кора отслаивается в многочисленных вертикальных трещинах. И на стволах были обнаружены признаки заселения стволовыми вредителями. Они пришли, обследовали и дали разрешение полному уничтожению деревьев. За 20 дней было проведено обследование. Вынесен приговор о нежизнеспособности деревьев, который молниеносно был приведён в исполнение. При этом жизненный цикл липы даже в самых неблагоприятных условиях составляет не менее 100 лет. Снесённым же деревьям было порядка 30. Недавняя история. Погубленные каштаны напротив рынка Петровский. Виновные так и не были установлены, а на месте деревьев сегодня уложена плитка. Как уже сообщалось, аукцион на установку здесь нестационарных торговых объектов выиграл предприниматель Борис Лопигин, на которого сегодня обращено негодование горожан. При этом как-то остаётся в тени тот факт, что аукцион-то объявил и провёл Департамент имущественно-земельных отношений. Не выиграл бы этот предприниматель, выиграл другой. Ну почему администрация посчитала необходимым и этичным здесь, вблизи мемориального комплекса, на пути следования колонны в праздник Победы установить ещё ряд ларьков? Наконец, Петровский бульвар. Именно с его снесёнными взрослыми деревьями и не вполне удавшимся озеленением связаны сожаления многих азовчан. Поэтому опрос по этой теме мы решили провести на месте. Вот как вы оцениваете реконструкцию Петровского бульвара и в частности озеленение? В целом хорошо, красиво. Но это всё вырастет, верёвки снимутся, всё это расцветёт, будет хорошо. Расцветёт. Так уже и чему расцвести, оно уже расцвело. Ну вот ёлки неправильно стоят, верёвки мешают. Ну ещё будут, наверное, подсаживать. А вы не видели засохшие деревья? Вас это не волнует? Вон дерево засохшее. Вот есть неспиленные деревья? Есть. Но это уже как бы по сравнению с общим планом, это малозаметно. Немножко, немножко грустно, что не все деревья принялись. А так, конечно, очень хорошо. Пятёрка, пятёрка. Ну а что не принялись, это уж ни от кого, наверное, не зависит. А вы знаете, это уже такое дело. Это уже или же он принялся, или уже не принялся. Тут уже виновных я не думаю искать. Я так думаю. Это уже как природа приняла его, так приняла. Нет, значит, посадят новое. Деревья вы видели, они высажены, вроде как хорошо, но не знаю по каким причинам, очень много высыхает и не приживаются. То есть, видимо, технология была не совсем разработана. Ну, нормальные деревья, нормальные кусты, мне кажется. Ну, сосны можно было, вместо сосен что-то другое посадить. Так всё нормально. Преобразился, ну, общего плана я не чувствую, понимаете, во всех этих преобразованиях. Ну, как бы какой-то основной стези. Допустим, что-то в этой реконструкции вызывает немножко дискомфорт. Как сказать, ну, общей руки и общего фона не чувствуется. Ну, то есть, как-то всё сделано было наспех, на скорую руку и до конца не продумано. Ну, моё такое сугубо личное мнение. Как видим, отдыхающий на бульваре народ в большинстве не особенно притязателен и рад тому, что есть. А погибшие и засыхающие деревья, и кустарники, многие умудряются просто не замечать. Однако, всё-таки, хотелось бы понять, что предпримет администрация Азова в отношении не вполне удачной реконструкции Петровского бульвара. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо.